Ребята, всем здрасте еще раз. В общем, да, вот Вован наконец-то добрался до дома, потому что целый день провозился, целый день, целый день. Я ему уже звонила, звонила, время уже под вечер, мы только сейчас садимся обедать. Хотел приготовить, уже вот мы не успеваем, но надеюсь, что-то успеем сейчас, делаем еще что-нибудь. Так что, так и дело, она у нас, семья из-за ручницы. В общем, съездил он, вкратце вот просил рассказать, говорит, у меня уже нервов не хватает все рассказывать. Съездил, везде очереди, везде какая-то бюрократия, сюда съездить, там съездить, есть правочка хвостая, здесь мяточку сделай, а тут чего, а тут как, в общем, короче, жизнь. Два-три часа. Вот, прикиньте, у нас есть такая-то медицинская служба эксперт, которая, ну, центр, да, выдает, короче, справки, и вот он говорит, что час только простоял вообще, чтобы попасть в этот центр, на улицу. Да. Вот, прикиньте, в 10 утра уехал, нет, даже не здесь, в полдесятого. И сейчас тут сколько уже, часа, наверное, 5, вот, и он только-только приехал, вообще. Я только час проторчал на улице. В общем, жесть какая-то творится. Чтобы попасть туда. В общем, сейчас будем кушать, а потом уже готовить. А вся эта фишка в чем? В чем? Ну, у них же три пункта, где можно сдать, это все, да? Ну. Красносельская, Родионово и на Гавярино. Ну, что, вот так, да? На Красносельской закрыто. Там, говорит, все врачи на карантине по ковиду. Нормально. Доедаем уже на шутку, овощей, быстренько нарезаем. Она, она Родионово, там, говорит, никто не хочет идти. Да? Во-первых, неизвестно где, там где-то за, блядь, путаешься. Плюс, там, берут на ковид анализы. У тебя что-то здесь, что? Анализы на ковид. Валячик. Впрочем. На ковид. Из-за этого никто не хочет. Соль сюда дай. Туда. Соль сюда дай. Позьму. Пучка нарезал. В общем, тогда шапшуку будем уже завтра делать. А сегодня, наверное, я просто баночки сделаю. Вот. Так что, видите, прямо поехал, целый день провозился. А она же посидела, тут, знаешь, это сижу, думаю. Это что, ладно? Там уже, который, мисс, мистер, он там до сих пор бегут. До сих пор? Вообще жить. Ну, еще два кабинета. У меня три боли, а у него сель. В общем, все это сделал, все получил? Больше не надо? Слабо. Ну, надо, это не надо, осталось только теперь удостоверение продлить. И сколько в итоге обошлась вот эта справка из эксперта? Угу, около трех тысяч. Это получилось у эксперта, она такая же хрень, как эта, да? У меня была, когда помнишь это? Мне тоже сказали, иди туда, доказывай это, то пято-десятое, да? Какая-то. Да. Да-да-да. Докажи, и докажи, что, типа, ты не верблюд. Очень пипец. Там, кстати, был этот чел такой. Да? Ну, вот, кстати, из банка. Угу. Тоже. Вкусное. Все-таки. Не, блин, дешевый, то удовольствие доказывать, что ты не, блин, верблюд. Ну, это время, ты понимаешь? Время главное. Бери лучка. Кушай. Там мужик приехал в этот, не? Вот это, он ей подал до документа гривенную дистанцию, а 400 рублей. Вот. И сколько вообще в эксперте-то получилось вот эта справка? Вместе, говорю, вместе с тем, что там взяли и это. Около трех. Угу. Ну, еще, правда, простой в очередь банскоп. Главное, время, понимаете, время, как он теряется, если хоть справа. Я не знаю. А сейчас из-за этого ковида-то оно вообще, наверное, жопа вообще, да? Угу. Пускай это-то, по, блин, два человека. Угу. А. Оформляешься в регистратору, потом идешь к кабинету. А там у кабинетов, там уже всем пофигу. Там вдруг на блин дружке стоят. Ну, понятно. Это как в магазине, я, помнишь, рассказывала? Да, ду-то. Типа заходишь и... Маска, маска. Пофиг все, ты по магазину ходишь вообще без маски, а тут обязательно маску одень. Стой, чем оплачивать. Слушай, ты был снег очень какой-нибудь. Ребят. Он все выглянул в окно. Был снег. Хороший. скопы я как раз в это время на втором луга на автолюбе прям круга круга узко перед почему у нас в россии не коснеток россия то получить одну несчастную бумажку плачу спасибо команда проведут уже не скажи врач врачу поставить на блин учет поставить на учет потом будешь бегать 23 года у них мужик короче на работе его там что-то он короче бегал бегал не доказывал что он не люблю тоже и приходит главное да и это и все нормально жизнь ты уже тоже нашли из голодов ждала а уж кофейку сделала и комментарии ответа сейчас он врачи боец на себя ответственность дать таких медицинских центрах отцелает для мизин и везде только кто-то взял на соответственность ну да ничего как тут отдали из-за этого стрелка на бару там же под суд это пошел сотрудник росбенгвардии разбил решительной системы врач который выдал справку нарколог и еще кто-то они теперь боятся ну да они теперь видишь как-то либо кто-нибудь другой за горюшку поставил вместо них хотя спрашивают а нафига они деньги берут за это вот именно вроде как ты идешь в этот центр потому что чтобы не бегать по всем этим врачам когда можно бесплатно да все в одном месте сделать а то тут такая вот жопа нет отсылает угу типа психиатра вы вы можете прийти у нас а нарколог езжай да это все из-за того мужика да нет и там всех наверное так отсылают да там пацан там всех так отсылают да через одного если ты грубо говоря охране значит алкаш вообще бред нет почему там есть с медицинской тоже отсылают с медицинской книжки там еще больше врачей пробовал ходить а с медицинской книжки это в ресторан да да где-то с едой работать ну да магазин ресторан и так далее там нужно проходить хирурга отоларинголога акубиста а тебя там не послушали невролога а что там там не послушали у них даже этой нет штуки чтобы слушать ты говоришь у них вот такой вот ну фонердоскопа да приемборст эйтон как у нас умереть давление и все жалко жалко есть нет охраненный такой центр вообще жалко больше нету таких до центров которые вот специализируют а какие еще добрый доктор да а там что полегче может быть туда там это там сначала едешь по месту жительства к психу психу место жительства психа пожалуйста вот потом к аркологу по месту жительства а потом к ним ну блин если ты поедешь по месту жительства так это же вообще тебе интересно здесь город это жизнь просто у тебя что в другое место жительства дело в том что гляди по месту жительства мне ехать тебе говорю давай я тебя уже давно здесь перепишу и все живу спокойно вот если ехать по месту жительства вот мне нужно на на конец автозавода ехать сначала к психу потом в другой конец автозавода к наркологу а потом в Ленинский район дальше есть а если вот в советском районе то здесь прописано то что у нас здесь его концентрировано здесь полная история и я не знаю где у вас тут псих давай здесь тебе припишем все где тут псих то у вас это же долбать на рождественскую ехать наверно у вас живет тут 6 лет у вас у вас вообще там а нефиг будет это глядеть старое место жительства угу я же ты прописан не блин давно а нефиг по месту жительства по старому отправить что неси справку что ты там не стоишь на учете там то сё как раз как раз как раз я помню фразу я люблю эту страну что живем двадцать первом веке то трудно поднять трубку набрать номер и позвонить по месту поставим месту жительства и узнать стою я на учете или не состою да сложно они сколько там уже орут то что мы сейчас делаем картофель туда-сюда всякие вот эти вот интернет справки амбулаторные проще и ты стоять приходит по клинику стоишь в этой очереди за вот это вот я несчастный бренд как бумажка бумажка историй болезни или как там называется я уже забыл да вот мне бы чтобы у врача сразу в компьютере уже твоя история болезнь да это надо загонять туда сколько справок просто человек открывать у тебя сразу у тебя карточки выдал какие но тактал как война его отца такая была как война и мир это с раннего детства считает с рождения вот вкусненькая она тоже кстати где-то он даже где-то валяется со справкой ну справка уже опять кость с тактилл тиньки выкладываться это добра вроде думал как сходить это страшно пути ну даже больницу куда-нибудь и там вот вовчик там делать коты если попадет он в какую бесплатную клинику помнишь отец-то его ему нужно было сделать сердцем помнишь там кардиограмму или что-то такое запись на два месяца вперед ребят человек извините меня помрет за это время а в итоге через знакомых знакомых там по блату устроили его вот в этот пятый центр очень короче полная жопа медицинская все у нас бюрократия да вообще не горько очереди только в этих медицинских центрах мы просто бомбили дали а в государстве все четко в государстве все четко да только кататься будешь долго там вообще никого нет почти там очереди нет там очередей ой знаете порезала это карпаччо из курицы поликлиника вкусно а вот этот сыр я покупала это красным белым сыр и богатым с топливом машком может вкусно кстати только пахнет чувствуешь? ммм ребят пахнет вообще молодежно но все кстати не очень дорогой единственное что пока катаешься из одной поликлиники в другую время вот это самое важное наше время понимаете время это самое важное то есть у тебя идет целый день для того чтобы получить какую-то справку а причем справку доказываю что ты не верблюд а ты говоришь я не верблюд ты блин докажи ты? ты иди скажи а по мне что не блин видно? нет тебе не видно где доказывать так что ты человек вкусно сыр вообще балденный я прям это взяла а что тут с парнем вставим ходим там нет такого вкусного сыра был раньше такой тоже со вкусом топленого мачка а сейчас вот нету есть а я не видела это сыр баран блин это просто не было там у них там у них там у них там как раз сало лежало сало спит сейчас немножко отдохнем и это сделаем на ужин рецепты я подумаю сделаем все вместе так что ну а потом все еще все еще не взял благо рецептов дофигища так разу так вот я уехал прошел три кабинета с десяти до четырех это жесть я прошел три кабинета только а те кто с медицинской книжкой не блин дай бог там в кафе в ресторан там работать они каждый квартал это это мучаются так каждые три месяца жесть езди блин это делает хрень подливай это это один раз в год и три кабинета там некоторые вообще сидели с целых чашнего дня с палатками что ли? они вчера пришли только три кабинета их отправили домой типа приходите завтра вот они пришли они пришли сегодня добрым правильно пройти метками комиссию в чьи ранее не смогли все сделать так сколько там людей так а сейчас это на Красносельской за Блингрыд центр нет ну и что закрыто что так он самый большой центр там то есть основная масса там была а там все блин в районе на карантине дома на больничном да типа все понятно а маленькие вот эти это забыли них обдуваются если бы знал что на Родионово пусто да сейчас бы поехал туда только сам опасно там коронавирус принимают там делают тест на коронавирус ну да а там уже не поймешь вот именно а там как тебе маска наверно там маска все везде там все да там вот эти врачи они ходят у них салфеточка вот такая это смочена в какой-то хрени и они этой салфеточка открывает двери это не надо конечно они же на первых рядах фактически обороны перчатка не как резинные отделы выходи так на резинах 50 это салфетка промочена значит даже если они дотронуться там будет какая-то фигня она растворится выделок что салфеточку постоянно менять надо а перчатки отделы лази в общем зуба вай мама кто это вай мама там еще написано это типа фото и видеосъемка запрещена внутри что там такие охрененные очереди если это дойдет до губера это центр вообще закроют на их да медицинский центр у тебя здесь тоже маска было сейчас ничего лучше хрена кто там лазит ну да в общем глупо ванны мои хорошие всех любим всех целуем сейчас на ванны немножко отдохнет и мы будем с вами готовить я пока все подготовлю помою почищу и весь у нас будет мугланг конечно не пропустите всех любим всех целуем всем спасибо всем пока пока